В данный момент электричества нет. Мы мерзнем, мы есть. Нам нечего пить, нам нечего. Соответственно, помогите. В канун заморозков жители Круглого остались без света, воды и тепла. На трансформаторе, который снабжает электричеством всю деревню, произошло замыкание. Из-за аварии у многих сгорела техника. Остановились насосы, которые качают воду. А без куртки дома можно реально околеть. Спит ребенок в одежде. Ладно, мы хоть где-то укроемся, прикроемся, а он еще сказать не может, замерз, не замерз. Тем более, мы сейчас на данный момент бронхитом болеем. Скачки напряжения для южноуральцев уже норма. За последние годы в деревне появилось много домов. А вот нового источника энергии до сих пор нет. О таком сюрпризе новоселов никто не предупреждал. А местные чиновники, по словам жителей, вместо помощи обвиняют в бездействии самих пострадавших. Они знаете, что нам сказали в этот раз? Покупайте генераторы. Вот это отличный был ответ. Им попросту наплевать. Ну, как бы решайте свои проблемы, как хотите. Вы же купили тут дом, ну, значит, это ваша проблема. Глава поселения подтвердил, что посоветовала землякам приобрести личный генератор. Якобы в деревне без него невозможно выжить. Да и жители, по мнению сельского чиновника, слишком нагнетают и лишь мешают энергетикам решать проблему. Люди, приехавшие из города, сейчас все хотят и сразу. Глупые вопросы начинают задавать. То, что я должен все это сделать или что это такое, что это за такое. Ну, это авария. Это форс-мажор. К слову, форс-мажор затянулся уже больше, чем на сутки. Впрочем, в энергокомпании нас заверили, что оперативно отреагировали на сигнал потребителей. И на момент обращения СМИ уже успели устранить причину аварии. Энергетики центральных электрических сетей филиала Россети Урал Челябэнерго оперативно прибыли на место и приступили к восстановительным работам. В настоящее время все потребители получают электроэнергию в полном объеме. Правда, почему-то спустя час после ремонта часть деревни снова погрузилась в темноту и холод. Уставшие от такого беспредела южноуральцы хотят избавиться от проблемы радикально и уже начали готовить документы на газификацию. Правда, топливо подведут в Круглое не раньше 2024 года. А до тех пор жителям, похоже, придется периодически перемещаться из 21 века в 19 и обратно.